Это будем делать. Ну, это так, чтобы разбавить диктат Дмитрия Сергеевича. Так, и всё-таки НТВ. Да. Пожалуйста. Дайте, пожалуйста, микрофон. Да, Бог любит Троицу. Владимир Владимирович, добрый день. Сергей Халашевский, телекомпания НТВ. У меня вопрос о, позвольте, о внешней политике, о так называемых наших западных партнёрах. Вот за последние четыре года кто из мировых лидеров, по вашему мнению, был для вас самым трудным и самым комфортным переговорщиком? Я вот, например, помню, как вы на саммите одной из двадцаток проводили урок географии для мессии Макрона и фрау Меркель. Это касалось там инцидентов в Керчевском проливе. А как вам Дональд Трамп, например, или Реджеп Эрдоган? Вы с ним говорили по Карабаху. Интересный человек. Не говоря уж о Александре Григорьевиче Лукашенко, тоже, наверное, интересный собеседник. Если позволите, ещё один вопрос. Он касается проекта «Северный поток-2». США оказывают по этому проекту беспрецедентное давление на Европу. Но, что удивительно, Европа, а в частности Германия, сопротивляются. Как вы считаете, какие перспективы достроены или нет? По поводу удобных, приятных и неприятных партнёров. Но нет таких. И мне нет необходимости никаких уроков никому давать. Все люди очень грамотные. Поверьте мне, это люди очень высокого класса подготовки. Все они нацелены на решение тех задач, которые стоят перед их странами. И прежде всего это так. Ну, разными методами, но тем не менее. Вот эта известная сентенция «нет там хороших и плохих». Есть интересы национальные. И у меня то же самое. Я не делю на хороших и на плохих. Я работаю со всеми в интересах достижения максимального результата для России. Где-то нужно идти на какие-то компромиссы, где-то есть необходимость настаивать на нашей позиции. Но это всегда так бывает. И всё другое контрпродуктивно. Вы упомянули некоторые страны, но не все, с которыми у нас большой комплекс к отношению. А Китай. У нас совпадающие интересы по очень многим направлениям. Может быть, это, а может быть, и какие-то флюиды на личном уровне. И всё это способствовало тому, что у меня очень добрые, деловые, прежде всего, но в то же время очень доверительные, дружеские отношения с председателем Си Цзиньпинем. И это, конечно, помогает в работе. У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с президентом Радоганом. Может быть, иногда даже противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идёт до конца. И это элемент такой прогнозируемости. Это очень важно для того, чтобы понять, с кем умеешь делать. Надеюсь, что по «Северному потоку-2» вы сказали. Северный поток-2, он, вне всяких сомнений, это абсолютно очевидная вещь, так же, как 2х2,4, выигрышная, выгодная для экономики Европы в целом и Германии в частности. Потому что другой вариант покупка более дорогого первичного энергоносителя, американского жиженого газа, по цене на 20% выше, чем наш трубный газ, что это означает? Снижение конкурентноспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйства. Вот и всё. Это абсолютно очевидная вещь. Здесь не нужно вообще быть газовиком каким-то или экономистом. Это соответствует национальным интересам Европы и Германии. До сих пор, во всяком случае, представители немецкой экономики, а у нас там очень много друзей, просто без всякого преувеличения, и политическое руководство Федеративной Республики, которое старается не вмешиваться, поскольку это чисто экономический проект, но во всяком случае занимает открытую позицию по поддержке этого проекта. Осталось там 160 километров, если считать в однониточном исполнении, на обе нитки 160, с небольшим 165, что ли, километров. Всё, то есть он практически завершён. Я думаю, что мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация отнесётся к своим партнёрам, к своим союзникам с уважением. Не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами и вернётся в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках. Надеюсь, что этот проект тоже будет реализовываться. Мы не были давно в колл-центре. Давайте колл-центр. Мы уж решили, что вы про нас забыли, а вопросов очень много, их число постоянно увеличивается. Я напомню, что задать вопрос президенту можно через сайт «Москва Путину» или через специальное приложение. Продолжение следует...